Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артём. И сегодня у нас такой небольшой эксперимент. Будем заниматься андервольтингом, то есть снижением напряжения на центральном процессоре. Это обычный десктопный компьютер. Конечно, на десктопах это не очень актуально. Актуально это делать на ноутбуках, где, соответственно, можно уменьшить нагрев. Таким образом, будет меньше троттлинг и чуть выше производительность. Также можно будет получить и чуть большую автономность от аккумулятора. Зачем это делать на десктопе? Просто посмотрим, какие можно получить результаты. В принципе, это просто эксперимент и не более. Итак, процессор, который я буду использовать в системе, это Intel Core i5-8600K. Материнская плата это mini-ITX формат, ASRock Z370 Gaming ITX-AC, корпус Fractal Design Meshify C-Mini. Водяная система охлаждения будет охлаждать процессор, это Fractal Design Celsius S24. 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 МГц в разгоне до 2933 МГц, это GoodRam Iridium. Видеокарта Asus Dual GTX 1060 на 6 ГБ. Блок питания Fractal Design Edison M на 750 Вт и накопители SATA 3 SSD Plexter M5S и жесткий диск Seagate на 1 ТБ. Также замерим мы и энергопотребление. Для этого я буду использовать измеритель мощности Robiton PM1. Для нагрузки на процессор был задействован программный пакет OCCT версии 4.5.1, профиль CPU LINPACK. А чтобы максимально загрузить процессор, я, конечно же, включил поддержку AVX инструкции при помощи соответствующей галочки. Сам тест длился 10-11 минут, чтобы выявить максимальные температуры и также зафиксировать напряжение на процессорных ядрах, чтобы увидеть, какое оно. Так как кристалл процессора условно может быть или более или менее удачным, то часто материнские платы могут несколько завышать питающее напряжение в режиме по умолчанию. Сделано это как раз, чтобы даже неудачный кристалл процессора гарантированно и стабильно работал на высоких нагрузках. В том числе не стоит забывать то, что есть частоты Turbo Boost, которые повышают соответственно частоту, там нужно еще чуточку побольше напряжения. Плюс ко всему, также не менее часто материнские платы позволяют использовать частоту Turbo Boost на всех ядрах. Так получается и в моем случае. Процессор Intel Core i5-8600K работает на частоте 4,3 ГГц для всех шести ядер, что является выше паспортных значений. Эта же частота, кстати, достигается и при работе с AVX инструкциями. Все настройки BIOS материнской платы выставлены по умолчанию, без каких-либо дополнительных манипуляций. Выясним, какое же реальное напряжение подается на ядра процессора при максимальной загрузке с включенными AVX инструкциями, как раз в режиме по умолчанию. Я думаю, что на показания программы CPU-Z я не буду ориентироваться на показания именно напряжения, поскольку более точные напряжения показывает программа Hardware Info. Например, CPU-Z сейчас показывает напряжение 1,004 В, в то время как Hardware Info показывает 1,239 В, округленно 1,240. Разница, как вы видите, здесь значительная. Напряжение на ядрах кристалла меняется в режиме реального времени, происходит это довольно динамически, и здесь, возможно, Hardware Info показывает его наиболее корректно. Так что будем опираться именно на эти значения. При стоковом напряжении 1,240 В, самое горячее ядро процессора прогрелось до температуры 81 градус. Соответственно, мы узнали, сколько максимально дает материнская плата по умолчанию напряжения на ядра процессора при максимальной загрузке с включенными AVX инструкциями 1,240. Энергопотребление всей системы находилось на уровне 141 Вт. Следующим этапом я понизил питающее напряжение до 1 Вт ровно. Это напряжение было выставлено в биосе, а уровень калибровки напряжения был выставлен на первой. Load Line Calibration. Реальное напряжение в системе составило примерно 1,129 Вт. Однако в результате после 8 минут теста в программе OCCT выпадала ошибка. И соответственно тест завершался. Однако, чтобы уже не томить вас, я скажу, каких же стабильных значений напряжения мне удалось достичь. В биос материнской платы я выставил напряжение в 1,015 Вт, чего уже оказалось достаточным для прохождения длительного теста с AVX инструкциями. На частоте 4,3 ГГц. Для всех 6 ядер соответственно. Видимо значение в дополнительные 0,15 является очень низким. И Hardway Info в своих показаниях никак не отразил этот момент. И показывал все те же итоговые 1,129 Вт или 1,130 Вт. Как и при 1 Вт нам тесте. При этом температура самого горячего ядра составила всего 72 градуса. Напомню, против 81 градуса в стоковом состоянии. Здесь выигрыш в 9 градусов. Энергопотребление системы также упало до 126 с небольшим Вт. Напомню, что в стоке было 141 Вт. Таким образом энергопотребление в целом упало на 15 Вт. Здесь можно сделать аналогию с более тонкими техпроцессами производства интегральных схем. Более тонкие техпроцессы позволяют кристаллам чипов работать при более низких напряжениях. Что дает выигрыш в энергопотреблении. Либо можно, например, нарастить производительность чипа без особого роста энергопотребления. Если сравнивать с условным прошлым поколением того или иного процессора. Но это просто небольшие мои размышления вслух. Пишите в комментариях, как вы считаете, имеет ли смысл заниматься андервольтингом именно на обычных десктопных компьютерах, не на ноутбуках. Мне будет интересно прочитать ваше мнение. Также подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. Ставьте большой палец вверх. И, пожалуйста, поделитесь роликом с друзьями в социальных сетях, если вам не сложно. А для меня это очень-очень важно, чтобы получать просмотры на роликах. Ну и также переходите по полезным ссылкам в описании к этому видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok